У нас разница очень простая. Мы живем в России. Российская социал-демократия имеет очень большой исторический опыт. Сегодня именно Российская социал-демократия в лице партии «Справдив Россия» показывает возможность нормальной работы в рыночных условиях с точки зрения защиты прав человека труда. У нас есть своя специфика, потому что за 20 лет реформ мы прошли очень большой путь и неуспешный. У нас люди разуверились в институты власти, в институты демократии. И отсюда у нас необходимость большой разъяснительной работы. Начиная с того, что такое социал-демократия, кончая тем, что необходимо делать и как нужно использовать существующие демократические институты. И парламент, и выборы при всех минусах, при всех возможных партификациях и при всех, скажем, незачетах и несовершенствах избирательного законодательства. Вот, собственно говоря, наша задача. Какие еще вопросы? Скажите, пожалуйста, а что будет с этим московным фракцией, которая противовес решению Бюро партии проголосовала за шею? Бюро будет принимать решение. Моя точка зрения, надо исключать из партии. За то, что они не выполнили решение Бюро. У нас должна быть демократия, но у нас должна быть и партийная дисциплина. Очевидно, что вопрос партийной дисциплины, в связи с разговором, один из самых основных для партии. Вы будете гайки закручивать? Но если вы увидели, что происходило сегодня в зале, ни у кого нет намерения закручивать гайки, а намерение есть слышать, слушать и вырабатывать коллективно те шаги и те необходимые меры, которые укрепят нашу партию и которые позволят действительно в условиях уже обостряющейся конкуренции в связи с созданием новых партий четко сохранять и завоевывать доверие избирателей. Ну, а образно говоря, на любом корабле, который хочет плыть туда, куда решила плыть команда, ну, гайки-то все должны быть надежно прикручены, чтобы по дороге не утонуть. Насколько сильна будет конкуренция именно на вашем фланге в связи с новыми правилами регистрации? Я нисколько не сомневаюсь, что попытку создать конкуренцию буду делать на всех флангах. Мы конкуренции не боимся, потому что мы уже за два литеральных цикла доказали, что мы мощная современная социал-демократическая партия. И мы приветствуем конкуренцию, потому что мы голосовали за этот закон, мы хотим дать возможность избирателям самим выбирать, за кого голосовать, какие партии. А вот с точки зрения уже реальных успехов, я очень пессимистически отношусь к тому, что появятся либо старозабытые партии, либо какие-то новые, которые будут иметь ошеломляющий успех. Сейчас, на мой взгляд, это нереально. Ну, и сегодня справедливо отмечалось, что самая главная беда, самая главная опасность для оппозиционных партий, это не конкуренция межпартийная, а грубая и наглая фальсификация выборов, как это произошло в Астрахани. Вопрос связи на название. Насколько он действительно актуален? Я сейчас еще на заседании Центрального Совета буду обсуждать эту тему уже с членами высшего руководящего органа партии. Но, вообще говоря, если поизучать мировой опыт ребрендинга, то надо сказать, что это очень опасная процедура. Поэтому, скорее всего, в течение ближайшего исторического отрезка нам изменение названия не грозит. В силу целого ряда, в том числе, и внешних обстоятельств. В том числе, то, что сейчас будут создаваться партии с похожими названиями, и самое интересное, все скорее их будет не одна. И вот в этой связи, может быть, действительно имеет смысл не торопиться с присоединением к названию партии определение социал-демократическое. Потому что мы же сами понимаем, и в программе-то написаны диалоги, что мы социал-демократы. Мы члены социнтерна. Доказывать кому-то, что мы социал-демократы, не нужно. А вот не утяжелит ли название нашей партии, и не расторолится ли оно, и не начнет их путать с кем-то другим, вот эти все мысли приходят, думая о том, что нужно это делать или нет. В то же время, и сегодня здесь звучало, и я получаю огромную почту, именно поэтому я поставил как дискуссионный вопрос о смене названия партии. Многие партийцы считают, что нужно это делать. Но будем определяться, будем решать. У нас есть понимание, что все-таки само по себе словосочетание такое в избирательном бюллетене электорального эффекта в России на сегодняшний день не дают. Другое дело, что деятельность в этом политическом коридоре, а я напомню, что для западных социал-демократов, так же, как и для нас, самое главное, это проблемы образования, которые у нас идут не туда, это проблемы доступного здравоохранения, это проблемы самореализации личности, в какой бы социальной группе она ни находилась, вот это те краеугольные камни, которые нас сближают с европейскими социал-демократами. Для нас, к социал-демократии, как образец, считает что-то местным. Для России не может быть никаких образцов. Россия всегда пойдет своим путем, и российская социал-демократия в содружестве социал-демократии, все мир идет в своем пути. Спасибо. У нас в Уставе такая есть, а то, что голосование через интернет, ну, собственно говоря, это все замечательно, но только нет гарантии, что оно будет отвечать реальному возведению членов партии. Потому что есть программы, есть различные механизмы, но есть вполне демократичный механизм, когда председатель партии избирает делегаты съезда, которые в свою очередь избирают первичные и местные организации. Это нормально. Спасибо. Через цену. Через цену.